Добрый день! Добрый день, уважаемые коллеги, и те, кто в зале, и те, кто онлайн. Что-то я пока не вижу, сколько там у нас подсоединилось. Ну ладно, подключиться, потом увидим. Конечно же, я всех чрезвычайно рад приветствовать, и особенно рад приветствовать нашу молодежь, потому что наша утренняя сессия – это молодежная сессия. И я вижу, здесь в зале находятся не только докладчики, но и ординаторы, и те, кто обучается в медицинском университете. Мы сейчас все являемся единым целым, единым кластером. И вот это вот объединительные процессы, они будут нарастать, 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 и в конечном итоге все, что было за бортом, оно все останется, а мы наши нормальные, хорошие, добрые конференции будем проводить все вместе. И это очень здорово. И сейчас вот эта молодежная секция, она идет в общем, скажем так, выражаясь уж, если так можно говорить, со взрослой. Я думаю, что вполне у нас будут возможности для того, чтобы в 23-м году уже выделять отдельные молодежные конференции. У нас уже был опыт, и очень хороший опыт, когда наша Лига молодых ученых сама проводила конференцию, и практически оргкомитет был, сами они все сами делали. И получилось очень-очень здорово. Ну и я сейчас уверен абсолютно, конечно же, что и сейчас вот эта секция пройдет на хорошем уровне. И это здорово, потому что, конечно же, всегда институт, ну и кафедра, и центр пластической хирургии, и вообще вся авторомология республики всегда уделяли очень большое внимание преемственности поколений. Вы знаете, я не скажу сейчас какую-то особую истину, жизнь очень-очень скоротечная, очень быстро протекает. Вот сидят напротив Рашисоенща Скандаров, Ильдар Садгая еще. Всего лишь вчера, прямо вчера, мои молодые, задорные, активные ребята сходили там, все делали, крутили, вертели. А сейчас уже они аксакалы, чему, конечно, мы очень рады. Но мы очень благодарны тому, кто нас научил быть аксакалами. Мы очень благодарны Азнабаеву Марату Алгачи и всем нашим, Суркову Антин, Константину, всем нашим учителям, Сюняеву и Сюняеву, конечно же, всем нашим учителям. Мы очень-очень благодарны, потому что те, кто мы сейчас есть, мы есть только благодаря нашим учителям. И мы хотим быть такими же учителями для вас. Мы то же самое хотим, чтобы тогда, когда вы уже будете на этой сцене стоять не как молодые, начинающие, как мы, маститы, чтобы вы тоже нас вспоминали и говорили, вот у нас были учителя, Ильдар Садгаяевич, Мухарам Тарамч и перечистите Александр Эдуардович. Я, к сожалению, всех перечистить не могу, Ильдар Ильдарович, у нас такие учителя великолепные, великие были учителя, которые нас научили. Это будет очень здорово, но так оно и должно быть, потому что жизнь, она не останавливается, жизнь не пересекается, что бы то ни было, как бы то ни было, какие бы ни были политические там или веяния, или пандемия, или что такое. Мы живем, мы развиваемся, и мы будем жить и развиваться в разных, самых разных ипостасях. И Институт газных болезней в своем развитии проходил много этапов, разных этапов. Он был и Арком Здрава Республики, потом был Минздрава России, потом был Академий Навык, сейчас он опять вернулся в Минздрав России с Медицинским университетом. Ничего абсолютно трагичного в этом нет, абсолютно. Это как бы абсолютно нормальное жизненное развитие, которое идет по этапам. Но главное, чтобы оно шло вперед. А вот это вот развитие может быть только тогда, когда есть преемственность. Когда есть преемственность старшего поколения, молодому поколению, в развитии, развитии клиники, развитии науки. Я уверен, сегодня мы как раз в этом и убедимся. Поэтому всем, ну, хочу еще, это наша завершающая встреча в этом году, поэтому всем пожелать здоровья и успехов в новом, наступающем году. И, как всегда, конечно же, мы к новому году подходим с надеждами, с надеждами, что все то, что было не очень, может быть, хорошее, сладкое и красивое в прошлом году, или вот в этом году и позапрошлым году. Оно все останется, а Новый год будет хороший, добрый, красивый и впечатляющий. Спасибо всем. Добрый путь. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы рады приветствовать вас на молодежной сессии. Молодежная сессия является открытой. Хотели бы сразу проинформировать вас, что сессия будет вестись на русском языке. Все доклады будут представлены как на русском, так и на английском языке. Первый доклад представит нам Казахбаева Гелима Харановна, старший научный сотрудник отделения офтальмологической и академиологии уфимской неоглазной болезни. Кросс Ленькин плюс. Сразу предупрежу, мой доклад будет представлен на английском языке. r. Добрый день, дорогие коллеги. my report is devoted to cross-linking and its combination with character refractive surgery the biomechanical stability of the cornea depends on the state of collagen fibers intercollagen bonds and the structure organization corneal cross-linking contributes to an increase in the number of intra and interfiber collagen bonds which are formed from the interaction of ultraviolet irradiation with riboflavin with the release of free radicals the technique of cross-linking is successfully used in patients with kyrtoconus eutrogenic kyrtectasia pellicid marginal degeneration and corneal ulcers currently there are various modifications of course linking two methods are widely used with depitalization which is a standard protocol and without depitalization this graph shows the variety of cross-linking options in the surgeon's arsenal the cross-linking procedure itself has small corrective effect and the issue of correcting remains open it is possible to combine cross-linking with a refractive surgery with saturation of riboflavin solution through the corneal pocket simultaneously implanting corneal segments or rings that allows to achieve not only therapeutic but also refractive effect corneal surgeons use different combinations of technique in the practice it would be relevant to ask the question which sequence is better the sequence of the methods described in the scientific literature are contradictory here is a sample of studies of simultaneous method positive functional results were noted in all cases how it can be explained skipping the stage of epithelial removal the riboflavin solution is installed directly into the stromal pocket so the epithelium remains intact such saturation of the cornea creates a comfortable post-operative period for the patient in terms of effectiveness a single stage intrastromal infusion of solution of photosensibilisator is similar to the standard method the papers has shown the segments are more effective in reducing the cylindrical component of refraction whereas ring is more effective in reducing the spherical component performing cross-linking as the first stage allows to choose the best alternative to correct the residual refractive error individually for each patient with the segments rings facking intraocular lenses or non-surgical approach such as spectacles or contact correction the implantation of corneal segments or rings in patients with previously performed corneal cross-link procedure is not excluded nevertheless some authors note that by the stage by stage approach after cross-linking the creation of tunnel causes difficulties the effect was associated with the positive frigidity of collagen fibers in the deep stroma after the first stage procedure hence we can assume that a stiffer cornea after cross-link procedure may help reduce the effect of corneal implant reducing the maximum flattening potential in addition the sequence is longer the evaluation of refractive and optical results is possible no earlier than six months after the second stage el-ragal in his prospective study compared the results of segment implantation with cross-linking subsequently and simultaneously both methods of treatment treatment significantly improved visual acuity at the same time post-operative keratometry values were significantly better in the second group he suggested that the corneal tunnels created by femtosecond laser for one-step technique could lead to a greater accumulation of riboflavin thereby increasing the effect of flattening by cross-linking the advantage of sequence is that modified structure of cornea after cross-linking is not traumatized the use of cross-linking will contribute to further flattening the flattening of the cornea and stabilize stabilize the biomechanics also renester wrote that cross-linking didn't potentiate the effect of the implant before its implantation recently there was an interesting study sideroidy and co-authors they performed a spectroscopic measurement of segments three days after removal due to insufficient refractive result the authors determined that the cross-linking effect the photopolymerization accused both in the corneal stroma and in the material of segment itself without causing significant damage to the cornea and other structures of the eye at ufo i research institute we conducted a comparative analysis of various combinations in the subgroups the timing of the mutation of the ring was determined randomly a six-month interval was set based on the timing of restoration of structure and optical properties of the patient's cornea in three subgroups there was a significant decrease in average keratometry as well as corneal astigmatism the spherical equivalent of refraction also decreased the efficiency of surgical treatment is in three subgroups was comparable 33 months after the surgery there were no significant differences in indications between the subgroups were revealed no indications were revealed also in scientific literature there are cases that describe induced astigmatism corrected by prk toric facic iols one of the latest work is a four-step approach to the treatment of kirtaconus which consists of segment implantation corneal cross-linking and if the refraction data is accurate a toric facic iol is implanted if it's necessary a prk correction is performed if after course linking refraction is not accurate then the prk is used and only then a toric iol is implanted the authors describe an improvement in visual acuity it showed it should be also mentioned that in patients with developed kirtaconus the shape of the cornea may change unpredictably when performing an incision on the cornea that already has abnormal structural properties when correcting astigmatism with toric iol it is recommended to use a limbal or scleral incision to minimize induced astigmatism thus the prevention of the progression of kirtaconus as well as the correction of amitropia in this pathology are still an urgent problem corneal corneal collagen cross-linking is the leading method for kirtaconus treatment correction with segments rings prk and iol are available ways to correct visual acuity most studies have shown positive results regarding the efficacy and safety of combined treatment taking into account the course of course linking with alternating periods of remission and progression it is impossible to unify their treatment individual approach to choose the optimal technique in each case is required thank you thank you thank you уважаемый днем по равным большое спасибо за доклад будут ли какие-то вопросы из зала может быть тогда я задам вам вопрос вот на данный момент cross linking в общем-то он достаточно хорошо изученная процедура то есть разработаны акселерированные протоколы которые позволяют эту процедуру относительно быстро выполнять разработаны методы которые позволяют проводить cross linking прием относительно тонкой роговицы вот как вы считаете он достигла ли данная методика своего скажем так апогея то есть совершенства или все же есть еще моменты куда можно развиваться данной методики совершенствовать какие вот на данный момент в россии за рубежом ведутся исследования в данной области и вот ваше мнение в каком направлении данная методика будет развиваться спасибо за вопрос я я считаю что cross linking только в самом начале пути развития на самом деле на настоящий момент проводится достаточно большое количество исследований по усовершенствованию методики по изменению как времени проведения увеличению мощности излучения изучение в условиях наличия кислорода или отсутствия кислорода то есть модификация идет по всем всем параметрам которые можно изменять поэтому методика только-только развивается набирает свои обороты и в будущем мы надеюсь увидим более усовершенствованный более чайдящий более короткий метод который позволит получить хорошие результаты спасибо гильму харамовна если вопросов больше нет мы переходим к следующему докладу выступает тулякова азалия мерхатов на врач офтальмолог уфимского не и глазных болезней с докладом на тему распространенность миопии на южном урале прошу прощения азалия мерхатов на в рамках молодежной конференции проводится конкурс за лучший доклад будут выбраны и награждены первые три места докладчик азалия мерхатов на первый участник этого конкурса все остальные все последующие доклады будут также принимать участие в этом конкурсе коллег майопии is conditioned directly associated with an excellent increase in the russian federation frequency of myope ranges from 20 to 60 percent and increasing in the excel length by one millimeter corresponds to a change in refraction about three diopters also an increasing in excellent is accompanied by negative change in the founders with the development of myopic macular puffy complicated myopia must other lead to disability of the young working age population in ufa i research institute a population-based study the euro i medical study was conducted the study regions were the rural area in the karmskalinsky district of bashkortostan and the urban area of kirsky region in the city of ufa living in the study region and being old for team were the inclusion criteria for the study the studies included 293 question and somatic examination 355 of atomic examination results about in our population based study of urban and rural population in russia the mean excel length was 23 millimeters prevalence of moderate myopia and high myopia were 9 percent and 1.4 percent respectively long excel length was according with old age high level of education high intraocular pressure deep anterior chamber depth wide angle of anterior chamber and high prevalence of myopic macular puffy prevalence of age related macular degeneration diabetic retinopathy and region of habitation were significantly associated associated with excellent according to analytic center of the republic of bachkortostan for 2019 myopia rates in the republic exceed uh the my uh the euro children study project has been implemented at the ufa i research institute to identify students students with visual implemented and take preventive measures ural eye children study included children from four randomly selected schools located in different district of ufa we examined about 6 000 children aged from 6 to 17 the average age 10 years analysis of the date is still being done we interviewed children and the parents question included household issues school performance and evers general somatic parameters we also examined we also did visometry refractometry in psychology condition biometry fundus image and oct in the first place is myopia was found in 47 percent of children the second is hyperopia and the probability of developing myopia of prime ip is more than 18 percent of students it shows that prevalence of myopia is increasing it confirms a worldwide trend the distribution of children with myopia according to the degree mild degree was 76 percent moderate 21 and high myopia 30 percent the slide shows a distribution graph with difference of myopia by grades children of elementary grades at a very high risk of myopia and children of grades 7 to 9 at a high risk of its progression to higher myopia the development of myopia is mainly associated with an increase in the level of educational load at school and not with the age of the child distribution of excel length depending on the age the mean excel length was about 24 percent in both years the future associated with the excel length determined the presence of the regional specificity of the anatomical and nosological characteristics on of the eye in the southern ural population the obtained normative region indicator can be used is all the population state studies as a control and clinical practice to compare social demographic and medical parameters with the normative indicators in the ural children i studied the incidence of myopia was 47 percent the social task is to carry out activities to prevent prevent the development and processing of myopia in school age children thank you for attention большое спасибо за интересное сообщение от зале мирхадана скажите пожалуйста как часто нужно приглашать пациента с миопии на контроль для мониторинга миопических изменений спасибо за вопрос нужно приглашать раз в полгода каждые шесть месяцев для контроля миопии спасибо большое будут еще вопросы в зале хорошо тогда мы переходим к следующему докладу современные методы профилактики миопии у детей представит хакимов тенажа затович врач офтальмолог ухимского вне глазных болезней good afternoon i'm going to talk about modern methods myopia prevention in children by 2050 the number of people with myopia will grow to 5 billion if timeline preventive measures are not taken 10 percent of the vast population nearly 1 billion people will have high myopia these factors may be uncontrolled and controlled early onset of myopia is an important risk factor for future high myopia 80-minute break reduces the visit the risk of myopia by two time close work requires more accommodation what's in its turn stimulates eye growth the main goal of research is to slow down myopia progression pre-myopia is refraction from a plus 0.75 diopteries and two minus 0.5 diopteries axial length of the eye at the age of six with refraction plus 0.6 allows predicting the progression of myopia prevention method it's increased time spent out those visual load mode third atropine treatment with low concentration of atropine solution zero zero one percent and zero zero five percent spectacle and contact lens correction and orthokeratologic lenses zero zero one percent atropine reduced myopia progression by twenty seven percent with minimal side effects however zero zero five percent atropine showed the grids efficacy and proved to be the most optimal choice in the treatment of myopia progression about 70 percent the focus vision correction changing the nature of peripheral refraction during the focus correction underlies effective inhibition of myopia progression spectacle correction may be monofocal the same poet over the entire surface of the lens bifocals have an upper segment responsible for distance vision the lower part contains an addition for new vision slowing myopia progression by an average of 51 percent multifocal for vision correction at various distances slowed down in the progression of myopia was absorbed in 60 percent a decrease in the elongation of the axial length by 28 percent perifocal lenses are lenses with a stable optical center and changing on the uh on the periphery progressive or aggressive change in refraction reducing the rate of progression of myopia in children and by five times compared with the neutral rate and by two times compared with the control group disadvantages when prescribing spectacle correction it's aesthetic limitation of visual fields distortion of the sides and contours objects prismatic effect limitation in uh anisomy therapy correction change in the depth of perception rigid gas permeable contact lenses have little effect on on the axial lens of the eye and the possible control of myopia in early studies is most likely due to flattening of the corner under the lens soft contact lenses correcting of myopia single vision soft contact lenses have the same power over the entire surface bifocals have an upper segment responsible for distance vision the lower part contains an additional for near vision multifocal lenses are designed to correct vision of at various distances okay vision primer bifocal design stabilization of cycloplegic refraction was observed in 54 percent of cases slowdown in the increase in the axial lens of the eye was 87 percent my sight lenses significantly reduced the progression of refractive error of children by 59 percent reduce of the cycloplegic spherical equivalent of refractive error by 52 percent reduce the elongation of the axial lens natural view multifocal allow to slow the progression of myopia by by 80 percent and cause regression by 6 percent over a period of 6 to 25 months provides an opportunity to slow down in the increase excellent by 55 percent proclare bifinter a two-year study using proclare lenses showed a 50 reduction in myopia and a 29 reduction reduction in axial lens elongation the advantages of multifocal contact lenses its adaptation the risk of developing infection complication distortion of vision at night and difficulty in handling lenses orthokeratology is a method of temporary correction of refraction error using special rigid lenses when can change the anterior surface of the cornea when correcting myopia under the action of lenses the center of the cornea is flattening and its curvature increase in in the mid peripheral zone allowed for children as young costs as six years old article lenses in eighty percent of cases lead to inhibition of the progression of myopia and the growth of axial lens in ufo i research institute we have conducted ufo i children's study with 1949 98 children degree of myopia 77 percent mild 20 percent moderate and three percent of high myopia clinical case of a 12 year old girl diagnosed with mild myopia in the table we see the data very safe during the first visit a year later an increase in axial lens was detected the focus lenses were fitted and the patient was invited for follow-up examination after six months during the third visit you see the stabilization of myopia the second clinical case is a 10 years old boy the focus lenses were selected and here we also see stabilization conclusion all the methods discussed can reduce the progression of myopia to different extents it's important to prevent the progressive myopia from an early age it can significantly reduce the possibility of high myopia development a combination of two or more methods to slow the progression of myopia is promising thank you for your attention спасибо большое за доклад действительно актуальным остается вопрос современной профилактики прогрессируемой близорукости вы упоминали про длительную атропинизацию как одним из методов стабилизации близорукости назначали ли вы сами этот метод и какие были дозировки спасибо за вопрос да мы назначаем получается в основном детям при приеме детской поликлиники атропин при необходимости в зависимости от индивидуальных особенностей то есть развития миопии возраста и соответственно выбираем индивидуально во время приема каждому пациенту есть вопросы зале хорошо мы переходим к следующему докладчику предоставят предоставят доклад семейный случай пигментов ретининта с макулярной колобомой гильзианова лясяна и шатана научный сотрудник отделения офтермологической и медицинской эпидемиологии уфимской и глазной болезни good afternoon dear colleagues i'm going to talk about family case of retinitis pigmentosa with macular coloboma retinitis pigmentosa is the most common type inherited retral dystrophy worldwide prevalence of retinitis pigmentosa is approximately one in five thousand the first symptom is night blindness then the disease begins to progress we can see mid peripheral and peripheral visual field scotomas at the end stage tunnel vision decrease of visual acuity and brightness the classic clinical triad arterial attenuation retinal pigmentary changes also called bond bodies and works the disc power however there are forms of retinitis pigmentosa without bond bodies this slide show shows a large number of gens the mutation of which can cause retinitis pigmentosa it is interesting that 30 percent of the gen are unknown and of the non-gens the largest proportion is the us to a gen that causes of usher syndrome and now i would like to present a clinical case a woman 61 years old came to the clinic with the following complaints low vision poor orientation at the desk for 10 years heredity father's low vision he didn't have an eye exam BCV of both eye 0 2 other data are normal when examining the anterior segment of the eye was detected for sclerosis after questioning the patient and the initial examination we can propose the following diagnosis retinitis pigmentosa acromatopsia choroidermia rhodocan dystrophy and aguchi disease we did further examination of the patient fund's examination revealed a large macular oval-shaped well-sirconscribed excavated chorioritinal atrophic lesion centred in the fovea with visible large chorioritinal blood vessels against the white scleral black ground of the defect and as you note there are no classic bond bodies OCT showed a crater-like depression and an atrophic neurosensory retina with the absence of retinal pigment epithelium then computer perimeter showed a central absolute scotoma as well as a peripheral narrowing of the visual fields we also did electrotenography under dark adapted conditions which indicated reduced amplitude of the waves after additional diagnostic methods allowed us to exclude some of the diagnosis but add new diagnosis to the list north carolina macular dystrophy and ocular toxoplasmosis for this reason we decided to examine the patient's children and also to conduct additional diagnostic methods detect detection of toxoplasma gondidine by PCR and genetics consultation the patient has a 36 years old daughter and 27 years old son you can see the results of examination on the slide for this examination revealed a macular oval-shaped excavated chorioritinal atrophic lesion centred in the fovea and OCT showed a crater-like depression and an atrophic neurosensory retina with the absence of retinal pigment epithelium-like mothers electroretinography the amplitude of the waves is reduced computer perimeter revealed central absolute scar traumas so the results of all examinations are similar to the mothers toxoplasma gondidine was not detected by PCR but genetic test results mutation in gene h2a and north carolina macular dystrophy genetic testing is not carried out in russia let me remind you that mutation in the h2a gene causes usher syndrome usher syndrome is characterized by sensorineural hearing loss and retinitis pigmentosa there are three types of usher syndrome patients with type 2 may not complain of hearing loss as a result the final diagnosis is as follows retinitis pigmentosa usher syndrome type 2 and bilateral macular colaboma our clinical case is not the only one several cases of association of retinitis pigmentosa with macular colaboma have been described in the literature these reports you see on the slide and recommendations regular examination by an ophthalmologist of course otorhenologist consultation use of uva and uvb blocking sunglasses according to literature data therapy with vitamin A omega-3 fatty acid and lutein cataract surgery if required and low vision rehabilitation therapies under investigation are present on the slide it is gen therapy but unfortunately gen therapy nowadays at the stage of clinical trial more details can be found on the official websites in conclusion retinitis pigmentosa and macular colaboma can be a rare association and the genetic test is required to make an accurate diagnosis thank you for your attention уважаемая Александра Ишатовна большое спасибо за доклад вот вопрос у нас возник к вам значит вы сказали что генная терапия она пока находится на этапе клинических испытаний да в лечении данного заболевания вот при другой патологии применяется ли она уже какие то есть ли результаты уважаемый Михаил Николаевич спасибо за вопрос да генная терапия существует при одном форме пигментного ретинита это пигментный ретинит при котором мутация возникает в гене rpe65 вы на слайдах видели что мутация возможно во многих генах на сегодняшний день только нашли лечение для гена мутации в гене rpe65 это препарат называется люкстурна который применяется на сегодняшний день при пигментном ретините при мутации rpe65 и при заболевании амаврос лебера так как у этих обоих заболеваний мутация происходит в одном гене лечение проводится и в россии благодаря фонду круг добра проводится лечение в институте гельмгольца спасибо большое скажите пожалуйста каковы причины развития макулярной колобомы уважаемый гельмин храмов спасибо за вопрос причина развития макулярной колобомы это может быть и как генетическое заболевание наследственное первая причина вторая причина это на слайде был приведен пример это макулярная дистрофия северной каролины Это тоже наследие заболевания, которые протекают с развитием окулярной колобомы. Затем это может быть токсоплазмоз, либо же заболевания соединительной ткани, например, ахандроплазия. Также может встречаться у детей с синдромом Дауна. И все, наверное, да. Большое спасибо. Хорошо, мы переходим к следующему докладу. Новые технологии антиангиогенной терапии представит Исламова Лейсана Ильдаровна, научный сотрудник отделения офтальмологической и медицинской эпидемиологии Уфимского линейных глазных болезней. Добрый день, уважаемые коллеги. Одной из серьезнейших медико-социальных проблем в современной офтальмологии являются заболевания сетчатки, связанные с развитием окулярного отека и неоангиогенезом. Влажная форма возрастной макулярной дегенерации, диабетическая ретинопатия, окклюзия вен сетчатки, миопическая хоридальная невускулиризация часто становятся причиной существенного снижения зрения и слепоты. Механизм действия антиангиогенных препаратов направлен на блокаду вазопролиферативных факторов, основной из которых на сегодня являются фактор роста эндотелия сосудов, ангиопоэтиной, плацентарный фактор роста. На данном слайде представлена хронология разработки официально разрешенных к применению антиангиогенных препаратов. Пегаптонип был первым препаратом, разрешенным для интервитериального введения в терапии неоваскулярного МД в 2004 году. Это пегелированный оптомер против ВИДЖФ молекулярной массы 50 кгд, который избирательно ингибирует действие ВИДЖФ-165, наиболее физиологически значимого изотопа ВИДЖФ-А. Однако из-за низкой клинической эффективности по сравнению с другими анти-ВИДЖФ препаратами в клинической практике он используется значительно реже. Годом позже была продемонстрирована эффективность биовоцезумаба. Препарат представляет собой гуманизированное моноклональное антитело молекулярной массой 148 кгд с активностью против всех изофор ВИДЖФ-А. Следует отметить, что биовоцезумаб в России и в мире зарегистрирован для терапии онкологических заболеваний и не имеет официального разрешения для применения в офтальмологии из-за отсутствия данных крупных рандомизированных клинических испытаний. Рани-бизумаб представляет собой факт-фрагмент моноклонального антитела с молекулярной массой 48 кгд, блокирующий стимуляцию ВИДЖФ-рецепторов 1 и 2. Впервые препарат был одобрен в 2006 году для терапии влажной формы ВМД, позже разрешен для применения при диабетическом макулярном отеке, макулярном отеке вследствие окклюзивной сетчатки и миопической ХНВ. Афлиберцепт – рекомбинатный гибридный белок молекулярной массы 115 кгд, состоящий из неклеточных доменов ВИДЖФ-рецепторов 1 и 2, соединенных FC-фрагментом человеческого иммуноглогулина G. Афлиберцепт, в отличие от других анти-ВИДЖФ-препаратов, связывает не только все визоформы ВИДЖФ-А, но и ВИДЖФ-Б, плацентарный фактор роста. С 2011 года препарат широко используется в клинической практике для терапии ангиогенных заболеваний сетчатки. Относительно новым препаратом является бролуцузумаб. Он получал одобрение ФДИ в 2019 году, прошел регистрацию от Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2020 году для терапии влажной формы ВМД по результатам клинических исследований ХАЛК и ХАРИР. Болуцузумаб представляет собой фрагмент гуманизированного одноцепочного антитила с молекулярной массой 26 килодальтон. В настоящее время проходит исследование КАЙТ и КЭСТРОЛ для оценки эффективности и безопасности препарата у пациента с диабетическим макулярным отеком. В Китае для лечения заболеваний сетчатки применяется препарат конверцепт, который представляет собой белковую молекулу, состоящую из второго домена VGF-рецептора 1 и третьего-четвертого домена VGF-рецептора 2 в комбинации с FC-фрагментом человеческого иммуноглобулина G. Биохимическая функциональность конверцепта позволяет ему воздействовать на VGF-A, B, C, а также плацентарный фактор роста. Однако в России и в мире препарат не зарегистрирован. Анти-VGF-терапия является эффективным методом лечения ангиогенных заболеваний сетчатки, однако имеет ограничения, связанные с резистентностью к терапии, инъекционной нагрузкой, материальными затратами, что обусловило новое направление антиангиогенной терапии. Это разработка препаратов, направленных на ингибирование альтернативных путей ангиогенеза, в частности ангиопоэтиного пути, и создание устройств пролонгированного действия. В январе 2022 года FDA одобрила форицемаб для лечения неовоскулярного МД и диабетического мукулярного отека. Препарат представляет собой антитело, которое состоит из антигенсвязывающих факт фрагментов против VGF-A и ангиопоэтина-2, соединенных модифицированным FC-фрагментом с общим размером 150 кДт. Воздействуя на оба пути ангиогенеза, форицемаб уменьшает проницаемость сосудов и невоскуляризацию в большей степени, чем препараты, ингибирующие только VGF-A. Некоторые препараты находятся на стадии клинических испытаний. На данном слайде представлены изучаемые препараты. С целью уменьшения частоты интерветриальных инъекций и увеличения времени действия препарата разработаны устройства пролонгированного действия, портовые системы доставки лекарств и биоразлагаемые препараты. В 2021 году FDA одобрила хирургически фиксируемый постоянный многоразовый имплант сосвима для пролонгированного высвобождения ранебезумаба в течение 6 месяцев. Исследование Archway продемонстрировало положительную динамику в максимальной коррегировании остроте зрения и изменении центральной толщины сетчатки в лечении наивоскулярной возрастной макулярной дегенерации. Препараты следуют для терапии диаптического макулярного отека. На данном видео представлена техника установки импланта сосвима. Хирург делает конъюнктивальный и склеральный разрез длиной 3,2 мм. Проводит диатермо или лазер-коагуляцию плоской части целярного тела. Устанавливает имплант. Портовые системы доставки лекарств уменьшают количество интервитериальных инъекций, однако имеют риск возникновения осложнений, связанных с имплантацией и удалением устройств. В связи с этим исследование направлено на создание биоразлагаемых препаратов. После высвобождения препарата материал-носитель постепенно разрушается в глазу без необходимости вторичной хирургии. В фазе клинических испытаний находится интервитериальный имплант ОТХ-ТКИ и препарат GB102. ОТХ-ТКИ представляет собой экспериментальный биорезорбированный гидрогелевый имплант, содержащий окситениб, низкомолекулярный ингибитор тирозинкиназы. Окситениб одобрен в ДИА в 2012 году для лечения онкологических заболеваний. На данный момент препарат исследуется в терапии влажной формы ВМД. GB102 – препарат в форме запатентованных микрочастиц, создающих интервитериальный депост унитениба-малата. Механизм действия заключается в ингибировании VGF-рецепторов 1, 2 и 3. Препарат предназначен для введения каждые 6 месяцев. Безопасность и эффективность препарата для терапии неоваскулярного ВМД изучалась в исследовании Альтисима. Существующая антиангиогенотерапия существенно расширила возможности влечения состояний, связанных с развитием макулярного отека и неоангиогенезом. Однако, несмотря на достигнутые успехи, поиск новых средств, обладающих более выраженной клинической эффективностью и имеющих более предпочтительный профиль использования, остается актуальной задачей. Благодарю за внимание. Спасибо за доклад, Летя Пельдаровна. Вы в своем докладе говорили про форицемлаб. Какая схема используется в клинической практике? Уважаемая Азалия Мирхатина, спасибо за Ваш вопрос. Терапия начинается с трех загрузочных инъекций, далее в зависимости от динамики процесса. Но предпочтительнее использовать проактивные режимы – это тренд от экстенд или прорейната. Спасибо. У меня вопрос по поводу имплантов со свима. Скажите, на какой срок устанавливали имплант и какие же осложнения наблюдались? Уважаемая Галина Махаравовна, спасибо за Ваш вопрос. В исследовании Archway срок установки импланта был 40 недель. Его устанавливают, он может пополняться один раз в 6 месяцев, так как высвобождение ранебезумаба идет в течение этого времени. По результатам исследования основными осложнениями были воспалительные осложнения, в частности эндофтальмид. Он развивался в 2% случаев в сравнении с контрольной группой, где проводили ежемесячное введение ранебезумаба. Там процент осложнений был 0,5%. Кроме того, из осложнений указываются отслойки сетчатки, гемофтальм и осложнения, связанные непосредственно с установкой импланта. Большое спасибо. Александра Ильдаревна, спасибо за выступление. Мы приглашаем следующего докладчика. Ишбулатова Айгуль Маратовна, младший научный сотрудник отделения офтальмологической и медицинской эпидемиологии уфимского неглазных болезней. Она представит доклад «Особенности повреждения сетчатки при солнечной макулопатии». Good morning, dear colleagues. Let me introduce my presentation. Solar retinopathy is retinal damage that can result from unprotected solar eclipse viewing, from minimal gazing at the sun and also other bright light. This disease is relevant because just a month ago, there was a solar eclipse that could be seen in our country too. Retinal damage due to solar observation is well known since centuries. It is a tragic irony that a number of important scientists, including Galileo Galilei, the father of astronomy, injured his eyes by sun observation through the telescope. And Gerhard Meyer-Schwickereth, the pioneer of retinal photocoagulation, has suffered from solar retinopathy. Unprotected eclipse viewing is the commonest cause of solar retinopathy. But a number of reports have found phototoxic retinopathy to occur secondary to other mechanisms, including ophthalmic operations, microscopes, and the illumination techniques used during vitro retinal surgeries, occupational hazards such as welding arcs, and even laser pointers. Aside from long-lasting or high-intensity light exposure, common factors predisposing patients to phototoxic injury of the retina include young age, clear intraocular lens, emetropia or hyperopia due to effective focusing light on retina and taking photosensitizing drugs and mental disorders. Protective factors include high refractive error, cataract, and darkly pigmented fundy. Solar retinopathy occurs mainly as a result of the photoaccedative pathway, but not a result of direct thermal damage. Normal anatomical structures such as zirconia absorb and filter the shortest wavelengths of ultraviolet UV-C. The adult lens mostly absorbs light of the UV-B spectrum and part of the UV-A spectrum. Although these structures absorb most of the light spectrum, another part of UV-A, visible and near-infrared light, can still pass through the ocular media and solar radiation is absorbed by the retinal pigment epithelium. This damage leads to the reduced lipofascin content of RPE cells, which results from the destruction of the interdigitation epithelial. Symptoms commonly present in few hours after exposure and include blurry vision and central or paracentral blight spot in one or more commonly in two eyes. Additional complaints may include discromotopsy, metamorphopsy, micropsy and frontotemporal headache. Mild cases may show no fundus abnormalities, but more severe cases show dynamic fundus changes. In the first few days after injury, the fundus may display a yellow-white spot at the fovea. Subsequently, this spot may be seen to take on a more reddish hue. This red spot is often surrounded by a halo of pigment. Approximately 2-3 weeks after the injury, sometimes a small lamellar hole can be seen. OCT illustrates changes in focal disruption at the level of the subfoveal RPE and outer retinal bands with an otherwise normal retinal architecture encounter. Focality of changes in the outer retinal is a common trait of this condition. When the patient is examined very early, OCT shows hyperreflective focal area at the center of the fovea involving mostly of outer retina, but sometimes can involve full thickness of retina. Punctate RPE transmission or window defects may be seen in autofluorescent angiography due to the damage to the underlying RPE. On fundus autofluorescence, a well-circumscribed hyperautofluorescent central area surrounded by a ring of hyperautofluorescence can be noticed. No guidelines exist for the treatment of solar retinopathy. Several case reports of solar retinopathy have reported the use of steroids in the treatment of macular edema with equivocal results. Visual acuity improvement of majority of patients has been noted to take place in the first six months after the event. Despite more moderate vision loss, most patients ultimately return to visual acuity level of 2020 or 2040. Unfortunately, metamorphopsia in central or paracentral scotoma may become permanent. Here is the case report. A 37-year-old male complained about blurry vision after a long walk in the mountains on a sunny day. The patient denied any direct sun gazing. His visual acuity was 20-50 in right eye. Anterior segment examination was unremarkable in each eye. On fundus examination, the foveal reflex was reduced. OCT showed reduced retinal thickness, subfoveal defect in the photoreceptors, and focal destruction of the junction zone of the outer and internal segments of photoreceptors. Therapy included non-steroidal anti-inflammatory eye drops, oral lutein-containing drugs. So now we are waiting for him for a follow-up examination. Because the only way to avoid solar retinopathy and its potential chronic complications is to prevent exposure, patients should be reminded to protect their eyes from excessive light. This includes avoiding direct silasor exposure and sun gazing, use of pinhole camera to view solar eclipse, use solar filters, and wearing industrial-grade protective eyewear during arc welding. Thank you for your attention. Thank you very much. Thank you very much, Michael Николаевич, for your question. Yeah, of course, we have to do a differential diagnosis. In the course of the differential diagnosis, we have to do a differential diagnosis. In the general diagnosis, it may be a disease of PES, Stargard, the central disease of the heart, and the heart of the heart of the heart. But this is the key factor in the diagnosis of OCT. Именно такой локальный дефект, ПЭС и наружный слой фоторецептор, нейропители, являются ключевым признаком данной патологии. И вот как я показала в примере, молодой человек, он просто гулял в горах, то есть в солнечный день, даже непрямое воздействие солнца может вызвать такую патологию. Спасибо большое. Следующий докладчик Валишин Искандер Дамирович, младший научный сотрудник отделения офтальмологической медицинской эпидемиологии Уфимского научно-исследовательского института современного аспекта диагностики и лечения географической атрофии. Добрый день, уважаемые коллеги. Разрешите представить доклад на заявленную тему. Так что же такое географическая атрофия? Это далеко зашедшая форма неэксудативной взрослой макулярной дегенерации, характеризующей отсутствием пигментной бетели сетчатки, атрофии фоторецепторов и регрессии хориокапилляров. Глобальная распространенность географической атрофии составляет до 22% среди лиц старше 90 лет. И с каждым годом число таких пациентов неуклонно растет. Это связано и с продолжительностью жизни современного населения, и уровнем диагностических возможностей современной медицины. В патогенезе данного заболевания можно выделить несколько факторов. Это факторы развития, к ним относятся гипоксия, изменение окислительных реакций и истончение капилляров. И факторы запуска, такие как дисфункция пигментной эпители сетчатки, друзы и поражение мембраны бруха. Также важную роль в патогенезе географической атрофии играет система комплемента. Иногда происходит чрезмерная активация некоторых путей системы комплемента, таких как С3 и С5. Именно на этом уровне, как видно на слайде, блокирование С3 и С5 направлено в современное лечение, одно из современных лечений. Нами было обследовано 5 пациентов с географической атрофией. Рассмотрим диагностику на примере одного из пациентов. Нам обратился мужчина, 70 лет, ВМД, географическая атрофия, артефакия, зрение 0,1 не корригирует. На данном снимке аутофлюоресенции мы можем видеть участок гипофлюоресенции, отмеченную желтым значком. Что свидетельствует об атрофии пигментной эпители сетчатки. Хорошо видна площадь поражения, которую трудно визуализировать на обычной фотографии глазного дна. Динамики можно наблюдать за развитием атрофии. По данным оптической географической томограммы, на срезе проходя через центр ФОВЭ, мы можем видеть атрофию пигментной эпители сетчатки и почти полное отсутствие нейроэпителия. Повышенный рефлюинс хоридей и позади лежащих слоев. Сканы оптической географической ангиограммы на уровне сегментации наружной сетчатки за счет атрофии ПЭС мы видим хориокапилляры, которые имитируют кровоток в данном слое. На уровне сегментации хориокапилляр видны крупные хориодальные сосуды. При исследовании компьютерной периметрии в пределах атрофии выявляются множественные сливные скотомы. Как видно из клинического примера, ОКТ и аутофлюоресенция играют важную роль в диагностике географической атрофии. И группа ученых в лаборатории анализа Дохини разработала полностью сверточный нейронный сетевой алгоритм для сканики географической атрофии. В общей сложности в исследовании было принято 320 изображений без патологии аутофлюоресенции, 320 с географической атрофией и 100 с ювенильной макулярной дистрофией. В диагностике независимости от заболевания искусственный интеллект показал почти идентичные результаты с ручной обработкой площади атрофии. На данном слайде вы можете видеть измерения искусственного интеллекта, верхние слайды для географической атрофии, нижние слайды – болезнь Штаргарта. Общепринятого лечения географической атрофии на настоящее время не существует, однако проводится ряд клинических исследований препаратов, влияющих на систему комплимента. Результаты многих этих исследований оказались негативными. Лампы Лизумаб, ЛФГ-316 в своих клинических исследованиях оказались неэффективными. Эффективность Экулизумаба оказалась сопоставимым с контролем. Более интересным оказался препарат Зимура. Согласно клиническим исследованиям, интервитериальное введение препарата приводило к уменьшению роста географической атрофии в течение 12 месяцев. Проводится второе подтверждающее ключевое клиническое испытание, чтобы подтвердить эффективность и безопасность препарата в замедлении роста географической атрофии. Препарат, который продемонстрировал потенциал значительного замедления прогрессированного заболевания – это пекцитокоплан. Он представляет собой антицитрит, циклический пептид. Он обладает уникальными свойствами, поскольку может ингибировать все три пути системы комплимента. Основанием для подачи заявки препарата в FDA стали результаты трех клинических исследований со сроком нубления более 12 месяцев. Была разделена на 4 группы. Первая группа состояла, вводился препарат 15 мг один раз в месяц, вторая группа один раз в два месяца и две группы плацебо, аналогичное введение препарата один раз в месяц и два раза в месяц. Площадь атрофии замиралась с помощью аутофлюресценции. Согласно результатам этих исследований, как ежемесячно, так и два раза в месяц введение препарата приводило к клиническому значимому снижению роста очагов географической атрофии большой гетерогенной популяции, которая состояла больше, чем из 1500 пациентов. Эффективность препарата также усилилась между 18 и 20 месяцами. В нашем институте также проводятся исследования данных заболеваний. В исследовании участвовали пациенты с возрастной макулярной дегенерацией и географической атрофии, в котором интерветриально вводилась инъекция препарата эпидермального фактора роста. Однократное и повторное введение не приводило к внутриглазным воспалениям или к какому-то внутриглазному побочному эффекту, а средний размер атрофии существенно не отличался до и после инъекции. В заключение хочу сказать, что оптическая когерентная томография и аутофлюресценция служат наиболее информативным методом диагностики и географической атрофии, а интегрирование технологий на основе искусственного интеллекта в клинической практике может оказать эффективное влияние на диагностику заболевания. В течение эпицита Каплана продемонстрировало благоприятный профиль безопасности и эффективности во всех трех исследованиях. Но, тем не менее, требуется проведение дальнейших исследований с большей выборкой и сроком наблюдения. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Вопрос. Повышается ли внутриглазное давление при интервитериальном введении пекции ТК-Плана? Спасибо за вопрос, Азалия Мирхатсина. Да, данная сцена проводилась в трех клинических исследованиях и не было значимого повышения внутриглазного давления. Однако, забегая вперед, хочу сказать про осложнения дополнительные. При введении препарата у многих пациентов порядка 10-20% в группах было развитие возрастной макулярной дегенерации влажной формы. То есть, но охота отметить, что на парных глазах у этих пациентов тоже была уже влажная форма ПМД. Спасибо. У нас есть вопрос из чата. Что делать, чтобы географическая атрофия не развивалась? Как я уже сказал из данного доклада, ничего такого не существует. Это профилактика применения различных БАДов, таких как Везлея. И ежегодно, даже при географической атрофии, я бы сказал, каждые полгода наблюдения у офтальмолога по поводу делать оптическую кригрентную томограмму, автофлюлюцентную, чтобы следить за прогрессией этой атрофии и дальше принимать решение, чтобы, самое главное, это не она не переходила дальше во влажную форму. Спасибо большое. Мы переходим к заключительному докладу. Докладчик Мустафина Гульшат Радиковна, младший научный сотрудник отделения офтальмологической и медицинской эпидемиологии ухеминского и неоглазных болезней, представит доклад на тему ИРГ в диагностике наследственных заболеваний сетчатки. Добрый день. Позвольте вам представить доклад на представленную тему. Электролитинографию применяют для количественной оценки функционального состояния нейронов сетчатки. Она представляет собой графическое отображение изменений биоэлектрической активности клеточных элементов сетчатки в ответ на световое раздражение. Глаза пациентов симулируются светом. Электрическая активность клеток сетчатки измеряется с помощью кожных или роговичных электродов. На ИРГ влияют яркость стимула, величина засвета, длительность вспышки, длина волны стимулирующего света или цвет стимула, условия адаптации к темноте или свету и частота стимуляции. На слайде представлена схема отображения волн электролитинограммы по слоям сетчатки. На быстрые до 0,1 секунды яркие вспышки света ИРГ содержит негативную волну А, которая отражает функцию фоторецепторного потенциала. На нисходящей части А-волны можно видеть две волны очень маленькой латнецности. Это ранние рецепторные потенциалы, которые отражают цикл биохимических превращений родопсина. Затем идет позитивная В-волна, которая отражает электрическую активность биполяров и мюллеровских клеток. На восходящей части В-волны регистрируются 5-7 волночек, это остиляторные потенциалы. Также выделяют С и Д-волны. С-волна отражает биопотенциалы пигментных клеток при включении света или по-другому ОН-эффект. Д-волна при выключении ОФ. Международным обществом клинических электрофизиологов зрения приведены основные стандарты ЭРК, которые позволяют сделать комплексную оценку состояния сетчатки. Первое – это максимальный ответ в темно-адаптированном глазу, второе – палочковый ответ в темно-адаптированном глазу, третье – простой колбочковый ответ, четвертое – остиляторные биопотенциалы и пятое – фликер-ответ. При этом выделяют типы ЭРК. Первое – это со вспышкой в полном поле, паттерн ЭРК и мультифокальное. Разберем их поподробнее. ЭРК полного поля проверяет суммарную реакцию всей сетчатки. Электроды регистрируют суммарный электрический отлик клеток сетчатки, который представляет собой сочетание результатов различных клеток и областей, то есть состояние сетчатки в целом. Метод наиболее информативен для диагностики колбочковой дистрофии и колбочкопалочковой дистрофии, а также при сосудистых заболеваниях сетчатки. Ответы оцениваются на основе морфологии, а также измеряемых параметров компонентов сигнала. Например, компонент А-волны, адаптированного к темноте ответа, представляет собой первое отрицательное отклонение, за которым следует положительный компонент В-волны. Амплитуда А-волны измеряется от базовой линии до впадины А-волны, тогда как В-волна измеряется от впадины А-волны до пика В-волны. Функции фоторецепторов отражаются А-волной, а В-волна отражает функции биполярных клеток и клеток Мюллера. Виды ЭРК в клинике. Это изменение паттерна светового стимула позволяет изучать различные участки сетчатки. В этом режиме световой стимул представляет собой чередующийся шахматный рисунок, который вызывает электрические реакции ганглиозных клеток. Он может служить специфическим тестом для распознавания ранней глаукомы и при шимической оптической нейропатии. Паттерны разворота в виде шахматной доски с низкой скоростью разворота вызывают переходные реакции, которые характеризуются отрицательным N35, положительным P50 и последующим отрицательным N95 компонентами. Компонент P50 частично управляется ганглиозными клетками, но также имеет происхождение дистальнее ганглиозных клеток. Компонент N95 отражает активность ганглиозных клеток. Установившиеся ответы вызываются паттернами шахматной доски с высокой скоростью реверсирования. Мультифокальная ERC позволяет различать пространственное понимание аномалий в центральной части сетчатки. Выполняется по протоколу аналогичному ERC полного поля. На световой стимул отображает массив шестиугольника, который мерцает между белым и черным в случайной последовательности. Довольно локализован и чувствителен. Лучше всего подходит для измерения дисфункций внутренней сетчатки и нечувствительен к аномалиям в аксоне ганглии. Особенно информативен при болезни Шхардерта и Беста. Кривые представляют собой локальные ответы, которые излечены путем корреляции записанного непрерывного сигнала. Ядерная трассировка первого порядка отражает реакции сетчатки глаза на вспышку. Каждая трасса состоит из начального отрицательного ответа N1, положительного P1 и второго отрицательного ответа N2. Волны чаще всего используются для анализа. Общая мощность сигнала на единицу площади сетчатки отображается на трехмерном графике. Сейчас мы рассмотрим заболевания, при которых чаще всего используется этот метод. Пигментный ретинит. Напомню, что это наследственное заболевание, которое характеризуется диффузно прогрусирующей дисфункцией палочек с последующей дегенерацией колбочек и пигментного эпителия, при котором отмечаются характерные клинические признаки, такие как ночная слепота, кожепериферические и среднепериферические скотомы, что в итоге приводит к туннельному зрению, снижению остроты и слепоте. Также тут типична картина глазного дна с пигментными костными дельцами. При этом на электроретинограмме на ранних стадиях наблюдается снижение амплитуд А и Б волн, то есть регистрируется субнормальная электроретинограмма. Латентность может быть увеличенной или нормальной. У пациентов с терминальными стадиями ЭРК не регистрируется. Для диагностики чаще проводят ЭРК полного поля и мультифокальную ЭРК. Зеленым как раз выделена норма, а белым – патология. Врожденный амавроз либера. Генетически гетерогенная группа наследственных заболеваний сетчатки, которая манифестирует с рождения или в раннем детском возрасте, с первичным вовлечением палочкового аппарата сетчатки, который приводит к значительной потере зрения. В клинике мы наблюдаем зрачковые рефлексы, вялые или отсутствие их, гиперметропию, кератоконус, кератоглобус, нистагм, катаракта. Характерный симптом – околопальцевый синдром. Глазное дно в течение первого года жизни в норме. В 2-3 года может быть побледнение диска, ангиоспазм центрального сосудистого пучка, гранулярные пигментные образования и диспигментация по типу соль с перцем или мраморное глазное дно. При этом ЭРК может не регистрироваться или может быть угасшей, сильно уменьшенной по амплитуде скотопическая и фотопическая. Нормальная ЭРК сразу же исключает этот диагноз. Для диагностики достаточно использовать электроретинограмму полного поля. Болезнь Штаргарта – наследственное заболевание сетчатки, которое проявляется дистрофическими изменениями ее макулярной зоны и приводит к потере именно центрального зрения. Дебют заболевания приходится на детский или юношеский возраст. У пациентов отмечаются центральные скотомы и нарушение цветового зрения. Прогрессирование болезни Штаргарта приводит к полной слепоте. При этом снижается амплитуда А и Б волн макулярной электроретинограммы, ретинальная плотность П1 и амплитуда Н1 и П1 компонента мультифокальной электроретинограммы. Снижается амплитуда компонента П50 паттерн ЭРК. Общий ЭРК выявляет сохраняющиеся нормальные или субнормальные электроретинографические палочковые и колбочковые ответы. Чаще всего используют мультифокальную ЭРК для диагностики. Болезнь Беста – одна из форм двусторонней центральной пигментной абиотрофии сетчатки, которая приводит к дистрофии фоторецепторов желтого пятна и значительному ухудшению зрения. Характеризуется первоначально бессимптомным течением, со временем падает острота и возникает центральная скотома. При этом ЭРК полного поля в пределах нормы на всех стадиях. Мультифокальный макулярный ЭРК слегка или умеренно снижены. Более показательно использовать мультифокальную ЭРК для диагностики. Колбочковая дистрофия – клинические гетерогенные группы наследственных дистрофий сетчатки, которые относятся к группе пигментных ретинопатий, которые характеризуются видимыми пигментными отложениями, преимущественно локализованными в макулярной области. При этом при ритмической ЭРК ответы замедлены, амплитуда снижена, в топическое ЭРК чаще выражено субнормально, особенно ослаблена Б-волна. Слежается амплитуда А и Б волн макулярный ЭРК, амплитуда компонента паттерн ЭРК и для диагностики чаще всего используют ЭРК полного поля или паттерн ЭРК. В заключении хотелось бы сказать, что ЭРК особенно важен на начальных стадиях заболевания сетчатки и при бисептонных формах. Хорошо используют для мониторинга изменений в динамике, что необходимо для прогноза заболеваний, и имеет особое значение в диагностике между различными дистрофиями. Спасибо за внимание. Большое спасибо за интересное сообщение. Кульшат Радикун, у нас есть вопрос из чата. Мешает ли нарушение прозрачности средств проведения ЭРК, например, незрелая катаракта? Да, конечно же. Как катаракта, так и гемофтальм, они, получается, мешают. Наблюдаются особые снижения амплитуды А и Б волн из-за того, что свет не настолько яркий, насколько он должен быть. То есть глаз человека не воспринимает яркие вспышки, яркость снижается, из-за этого амплитуда волн уменьшается. И это всегда нужно иметь в виду. Спасибо. Скажите, а касательно самой методики, есть ли какие-то противопоказания к проведению ЭРК? Да. Особое значение имеет психологическая составляющая человека, потому что нужно долго сидеть и терпеть эти вспышки. А также, если была эпилепсия или эпилептический статус какой-то, то тоже это является противопоказанием. Также является противопоказанием конъюнктивиты и какие-то сосудистые заболевания, не сосудистые, а воспалительные заболевания. Потому что некоторые электроретинографы, они крепят свои электроды на зрачок. Но вот в нашем институте это не является противопоказанием, потому что у нас электроиды крепятся на лоб и на ухо. Спасибо. Есть ли вопросы из зала? У нас есть вопрос из чата к предыдущему докладчику, к Искандеру Домировичу. Скажите, пожалуйста, может ли географическая атрофия, это и есть вторая стадия влажной формы ХНВ? Нет, к сожалению, это отдельный подтип ВМД. Я бы хотел еще сделать такую ремарку, что по нашей международной классификации болезни, десятого пересмотра, у нас, к сожалению, нет такого четкого разграничения, поэтому у нас делится в зажаемой клеонной дегенерации на сухую и влажную форму. Нет четкого подтипа, как, например, в современных классификациях, в Евро-Летине 2020 года, либо ОРЭЦ, где там делится на начальную, далеко зашедшую, позднюю форму, где есть четкие разделения подтипов на географическую атрофию. Спасибо. Еще один вопрос из чата к Гульшар Традиковне. Скажите, сколько по времени идет исследование? И где его можно провести у нас? У нас в институте на Пушкино-90 исследования проводятся обычно эрг полного поля, не более 10 минут. Но все зависит от того, какую программу мы выберем. Спасибо. Уважаемые коллеги, на этом первая часть слова предоставляется директору нашего института, Микбуму Хараму Хтарамычу. Я, наверное, вышел не сколько для того, чтобы сказать заключительное слово, сколько, наверное, чтобы развернуть дискуссию. Да, потому что мы настолько интересные прослушали сообщения от наших молодых ученых и врачей. И это действительно так. Например, ну, во-первых, о самих молодых ученых действительно я был очень обрадован и восхищен, в общем-то, умением их показать себя и показать свою работу. И если кто смотрел телевизионную передачу, там была «По час науки» назывался, там мы немножко дискутировали ученые и философ был, политолог. Я у него спросил, он говорил о том, что человечество и наше общество находятся на переломном моменте на сегодняшний день. Я у него спросил, не подошло ли человечество к какой-то черте невозврата, после которого, может быть, начаться саморазрушение человечества. И он дал достаточно серьезный исчерпывающий ответ. Но я им как бы в моем вопросе сразу же был и ответ, потому что я сказал о том, что тогда, когда у нас есть молодежь, такая, которую мы сегодня послушали и которую мы сейчас видели, то, наверное, все-таки человечество, по крайней мере, в науке или в офтальмологии еще далеко до черты, до точки невозврата. И мы еще будем развиваться и идти вперед. А что касается вот тех вопросов, которые касались исследований, ребята, конечно же, показали очень серьезные результаты исследований. Например, исследование Ural Child Study – это очень серьезное, очень такое глубокое исследование, которое вообще в Российской Федерации не проводилось. Вроде казалось бы, ну, что уж там в школах детей обследуют. Ничего подобного. Дело в том, что это популяционные исследования, они кардинально отличаются от исследований по обращаемости. Они дают истинную картину заболеваемости. И когда провели анализ, и вот вы сегодня послушали, мы, в общем-то, шоковые результаты получили. Понимаете, 50% детей во всей школе, во всех школах имеют близорукость. Причем очень интересная тенденция. Каждый класс дает на 10% увеличение количества детей. То есть в первом классе, например, там их не так много, во втором классе плюс 10, в третьем классе плюс 10 и так далее. До девятого класса, до десятого, одиннадцатого класса – это уже почти что больше 50, 60, 70, 80% у детей близорукость. И еще провели исследование сравнения заболеваемости близорукостью в трех популяционных исследованиях. У детей, у людей старше 40 лет и у людей старше 85 лет. Так вот, процент близорукости, причем и высокой близорукости, значительно выше в популяции детской, чем у пациентов, у респондентов от 40 лет. И у респондентов старше 40 лет значительно больше, чем у респондентов старше 85 лет. То есть мы стоим, все офтальмологи, мы стоим на пороге, в общем-то, такого катастрофического распространения офтальмологических заболеваний. Потому что самовстречаемость только лишь близорукости – это, наверное, не такая большая проблема. А может быть, никто-то и радуется. Ой, слава богу, рационные хирурги, там мы столько денег сейчас заработаем, контактологи там сидят уже потихонечку, денежки считают. Это на самом деле не такая большая проблема, миопия слабой и средней степени. А вот патологическая миопия, высокой степени, она, конечно, имеет очень большие проблемы, и ее все больше и больше становится. А патологическая миопия – это все. И катаракта, и необратимая слепота. Поэтому нашему офтальмологическому сообществу нужно быть готовым к вот этим переменам, которые будут, всего лишь вот это поколение, которое вырастет, а за ним тоже идет. Это же все проблемы связаны не только с тем, что ковид и дома сидели. Конечно же, это связано с распространением гаджетов. И эволюционно человечество не успевает. Человеческий глаз просто-напросто не успевает. Вы вспомните развитие человечества. Тысячи лет люди, ну, может быть, там какая-то вот такая маленькая простойка была, кто умел читать, писать, а 90% людей не читать, не писать не умели. И потом в течение 1800-го года, 1900-е годы начало гораздо больше людей читать. Но это тоже как бы не такие большие проблемы. А гаджеты начали появляться всего лишь там 20-30 лет назад. И всего лишь за 20-30 лет назад наши глаза, особенно глаза наших детей, вы вспомните своих маленьких детей, я своих внуков и внучек вспоминаю, первым делом у них палец вот так начинает шевелиться. Так ведь? Они первым делом умеют передвигать курсор там с телефона и прочее. А сатал, хорошо, палец-то у них, может быть, развивается, микродиамы, там, если это... Мышцы, может быть, развиваются, но глаза-то... Поэтому, конечно, это очень серьезная проблема стоит. И очень здорово, и очень, как бы, отрадно, что вот наши молодые ребята занимаются этой проблемой. И... Ну, у нас в России, к большому сожалению, даже и лечение, по большому счету, у нас ведь атропин-то и не разрешен. А главный метод лечения не склеропластика, это коррекция, о которой очень хорошо было доложено, эти мультицентровые контактные линзы, и ортокаптагические линзы, и атропин, который у нас не разрешен. Весь мир, только два метода. Ну, естественно, еще как минимум два часа находиться на свежем воздухе. И мы должны бороться за это, за то, чтобы атропин был разрешен. Весь мир занимается, лечит атропином. Мы это делаем, но... не совсем разрешенный. Это один аспект. И другой аспект красной линии проходил в докладах наших молодых ученых, то, что они очень серьезно обращают внимание на методы лечения заболеваний, которые пока еще не лечатся хирургическим путем. Хирургия на сегодняшний день достигла своего... Ну, не потолка, а какой-то определенной ступени. Так ведь хирургия катаракты супер, великолепно. Все, что там можно было. Витритинальная хирургия. Очень здорово, очень красиво. Но где-то последние 5-7-10 лет каких-то скачкообразных методов лечения хирургических нет, не появляется. Где-то что-то усовершенствует, где-то что-то подкрутили, подвинтили, и, в принципе, в общем-то и неплохо. И поэтому мировые офтальмологические центры стали особое внимание уделять лечению заболеваний, таких как географическая атрофия, и особое внимание уделяется это лечению наследственных заболеваний сетчатки. Генетические лечения с помощью генетических методов лечения. Вот нас все время говорят на стране, у нас генетика там развивается на очень высоком уровне, я ничего не хочу обидеть генетиков. Но у нас-то ведь генетика заключается только лишь в диагностике. А это уже прошедший этап, это прошлый век. Можно диагностировать заболевания по генетическому статусу, от этого уже в современном мире никто этим не занимается. Генетика развивается в плане развития новых методов лечения, и вот это главное. Понимаете, очень серьезно. Есть несколько мировых офтальмологических центров, с которыми мы взаимодействуем в лечении, например, пигментного ретинита или по старому абиатрофии сетчатки. Пигментная абиатрофия, беспигментная абиатрофия сетчатки или пигментная абиатрофия сетчатки. И есть уже, даже у нас в России есть опыт применения препарата, лукстурно. Конечно, он пока еще, это первый шаг. Он страшно дорогой, там один укол стоит 500 тысяч долларов. И, конечно, у людей с пигментным ретинитом или с самоврозом дебера он не дает предметного зрения. Есть данные по, например, улучшилась электроретинография, которую доктор тоже нам докладывал. И вроде можно сказать, улучшились показатели электроретинографии. Это для нас, может быть, ничего не значит. А для тех, у кого был полный ноль, то для них и даже данные, улучшение данных электроретинографии играет колоссальную роль. Появление света, это играет колоссальную роль. Поэтому, конечно, это очень здорово, что наши ребята интересуются вот этими вопросами. Да, может быть, мы еще очень далеки от того, чтобы применять генномодифицированные методы лечения. Но то, что они интересуются, значит, они будут этим заниматься. В основном, что у них это же как бы литературный обзор, они уже сами выбрали тему этих своих докладов. Вот это вот очень здорово. И это очень как бы вдохновляет и как бы радует абсолютно. Понимаете, вот как идет набор молодежи в институт глазной болезни. Ко мне, там, весной начальник отдела кадра вот такую кипу приносит заявление. Из них мы отбираем, 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 оставляем человек 10. Эти 10 человек приглашаем на собеседование, остается там человек 8. Вот в этом году, например, 6 человек мы приняли, то есть, вернее, сказали, мы берем. А кто-то потом не приходит, кто-то приходит, но там через месяц уходит, остается 3 человека. Но эти 3 человека из этих 30, это вот эта соль и то будущее, которое говорит о том, что человеческое общество или наше российское башкирское общество не перешло еще точку возврата. Поэтому давайте ребятам похлопаем. Пока еще сильно хвалить их не будем, но все-таки скажем, что они на правильном пути, правильное развитие. И наша офтальмология, особенно офтальмология Уфы, офтальмология Республики Башкортостан, как всегда была, как бы на виду у всей страны, и сейчас уже не только страны, но и мира, и она и в будущем так и будет. Спасибо большое. Может быть, у кого-то еще есть желание подискутировать, пообщаться? Хотя мы, наверное, время уже выбрали, да? Да, хорошо. Всем большое спасибо. Большое спасибо, Мухарм Тарамыч. На этом первая часть нашей конференции закончена. Результаты конкурса будут оглашены после перерыва. Сейчас перерыв. Начало второй части в 2 часа по уфимскому времени, то есть в 12 по московскому времени. Спасибо. Продолжение следует...